Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного Университета Фонда Рабочей Академии и Ленинградского интерната телевидения. Занятие у нас сегодня семинарское, и в целом мы должны разобрать сегодня две темы. Первое – это вопросы, которые были предложены по теме Совета и Адмирания социалистической демократии в связи с лекцией, которая вам была прочитана в прошлый раз. И второе – я думаю, что мы должны пройтись по работе «Великий почин», потому что она была заявлена в расписании. Мы коротко поговорим об этой работе. Работа Владимира Ильича Ленина является… Она очень маленькая, но, тем не менее, она очень глубокая и содержит большое количество теоретических положений, в которых, я бы сказал, современные товарищи путаются. Зовут меня Юрков Кирилл Валерьевич, я кандидат технических наук. Прежде чем мы начнем разбирать те ответы, которые пришли в систему дистанционного обучения, я хочу сказать такую… Я проверил порядка 40 работ, и мое общее впечатление такое… Я хотел покритиковать товарищей, что вот эта тема, связанная с демократиями, с формами государства, государственного устройства, с сущностью государства, она, по всей видимости, еще не понята так хорошо товарищами, как удивительно, но вот вопросы, связанные с диалектикой. Я бы сказал, что работы по диалектике, они более такие содержательные и глубокие, чем и ответы по диалектике были более содержательные и глубокие, чем ответы вот по этой теме. Я думаю, что товарищам нужно обратить на это внимание и всем обязательно прочитать работу Ленина «Государство и революция». После того, как вы прочитаете эту работу, таких ошибок, о которых мы сегодня будем говорить, вы допускать, конечно, не будете. То есть, всем крайне рекомендую прочитать эту работу Владимира Ильича Ленина. Давайте перейдем к ответам. Может быть, кто-то из присутствующих хочет выступить по предложенным вопросам? Товарищи, никто не хочет? Давайте, давайте выступим, а потом я разберу ответы, пришедшие через интернет. Меня зовут Алиса Неведева. Хочу бы разобрать вопрос. Социалистическое государство как полугосударство. Так, давайте. Социалистическое государство является бесклассовым государством в том, в том роде, что это социализм как уничтожение классов. То есть, в нем нет антигонистических классов. Нет классов, которые нужно подавлять. Да, вы абсолютно правильно сказали, что это бесклассовое государство. А как вот тут без диалектики как раз о ней обойтись? Государство вроде бесклассовое, а вы говорите, что это уничтожение классов. Как тут правильно сформулировать? И вот я бы сказал, что товарищи, которые отвечали на этот вопрос, считанные единицы сформулировали это правильно. То есть, государство действительно абсолютно правильно сказали бесклассовое. Почему, кстати, вы можете доказать, что государство бесклассовое? Ну, нет антигонистических классов. То есть, нет классов, которые нужно подавлять. Ну да, это с одной стороны. А с другой стороны, социализм-то это что такое? Это первая ступень, первая фаза коммунистического общества. Да, правильно. Первая фаза. А можно сказать, что это коммунизм в первой фазе. То есть, это уже коммунизм. А коммунистическое общество – это общество бесклассовое вообще-то. И по-другому к этому обществу относиться не получится. Соответственно, если это общество бесклассовое, оно имеет отпечатки капитализма в форме классовых различий. То есть, если сформулировать строго научно, то социалистическое государство – это бесклассовое государство, в котором полностью не преодолены классовые различия. Вот так диалектически можно было бы сформулировать. Так, хорошо. Ну и что с отмиранием у нас получается? И, соответственно, что необходимо делать государству, государству пролетариата, это подавлять именно не классы, так как их нету, но нужно подавлять действия, которые идут в разрез с интересами рабочего класса. Так. То есть, на это нужно делать упор. А как вы понимаете отмирание вообще государства? То есть, что происходит? Ну, вот Бухарин писал, что надо забить осиновый кол в государственную машину. Отмирание государства происходит, тогда стираются различия между людьми физического и инственного труда, между городом и деревней, тогда, когда каждый трудящийся участвует в управлении государством. То есть, по мере развития средств производства уменьшается рабочее время. Вот это вот вы абсолютно правильно сказали. Да, тут ключевое является именно сокращение рабочего времени. Да, и за счет сокращения рабочего времени остается время на облачение, на управление государством. И свободное всестороннее развитие. Свободное всестороннее развитие. Да, отлично, спасибо, замечательно. Так, очень хороший ответ, да. Но вот я хочу сказать, что товарищи, которые отвечали все-таки на этот вопрос, они вот так вот не ухватили эту тему. Но давайте мы перейдем к ответам и непосредственно разберем те ошибки, которые товарищи допустили. Так, Абсалямов Никита Ирикович, город Магнитогорск. Отвечает Никита Ирикович на вопрос о демократии как в форме государства и говорит, что это государство, где власть формируется путем выборов представителей от граждан. То есть, это такое буржуазное понимание демократии. А о чем нас учат, чему нас учат Владимир Ильич в работе государства и революция, к которой как раз я в самом начале апеллировал. И это основное содержание, вот ответа, должно быть ответа на этот вопрос. Оно заключается в том, что демократии вообще, демократии как таковой, просто демократии, вот в вакууме ее не существует. Бывают демократии буржуазные, бывают демократии рабовладельческие, бывают демократии советские. То есть, демократия это форма государственного устройства, а сущность любого государства это диктатура господствующего класса. То есть, для того, чтобы говорить о демократии, нужно сначала определиться, какой класс господствует в данном государстве. То есть, чье это государство, какого класса. И когда мы определили класс, который господствует в данный момент, то мы можем и говорить об одной из форм государственного устройства – демократии. А просто, еще раз повторяю, демократии вообще, демократии просто не существует. Так, социалистическое государство как полугосударство, отвечает Никита Ирикович на этот вопрос. И пишет, социалистическое государство является полугосударством, так как оно представляет интересы большинства граждан. То есть, осуществляет диктатуру в интересах большинства. Нет, оно не поэтому является полугосударством. Как мы вот только что разобрали, полугосударством оно является потому, что в нем нет антагонистических классов. То есть, выполняя ту функцию, которую выполняет государство, то есть, подавление класса эксплуатируемого, государство социалистическое подавляет все попытки вернуть общество, вернуть диктатуру буржуазии. То есть, вернуть общество, повернуть общество вспять. То есть, государство социалистическое занимается подавлением именно этих тенденций, которые на самом деле лежат в социалистическом обществе, как родимые пятна этого социалистического общества, вышедшего из капитализма. При этом эти родимые пятна, они выражаются совершенно в разных вещах. Они выражаются в мелкобуржуазности, они выражаются в товарности, они выражаются в местничестве, они выражаются в бюрократизме и так далее. В тех же самых различиях между городом и деревней, различиях людьми физического и умственного труда. То есть, государство социалистическое занимается тем, что оно подавляет эти негативные тенденции в социалистическом обществе. Именно поэтому оно уже называется полугосударством. Так, Иван Сергеевич Аксиониди пишет, отвечает на вопрос номер 4. У нас вопрос социалистической демократии, как диктатура пролетариата. И пишет, товарищ, управление в государстве диктатура пролетариата непосредственно осуществляется наиболее передовой частью рабочего класса, объединенной в коммунистическую партию. Это власть рабочего авангарда, осуществляемая в коренных интересах всего рабочего класса. Массы могут и должны осуществлять снизу хозяйственный контроль над правленцами, жестко пресекая по своей инициативе случаи коррупции, расхищения социалистической собственности, морально-бытового разложения. Значит, здесь вы утверждаете, что руководство государством диктатуры пролетариата осуществляется партией, и это неправильно. Руководство государства диктатуры пролетариата осуществляется советами, осуществляется советской властью. Если бы руководила партия государством диктатуры пролетариата, то это была бы диктатура партии. А в государстве диктатуры пролетариата – это государство диктатуры класса. Соответственно, класс управляет государством, Управляет он при помощи советов, при помощи территориальных органов, избираемых по заводам и фабрикам. А партия – это просто авангард класса. Ну, конечно, это как голова класса, которая выражает его интересы и показывает, куда классу нужно двигаться. А само непосредственное управление государством осуществляется через советы. И, соответственно, партия воздействует на советы через своих представителей в этих советах. То есть, если партия вдруг оторвалась от советов и советы поплыли куда-то сами собой, то партия потеряла какое бы то ни было влияние в данном государстве. Так, Александр Владимирович Алексеев. «Исходя из классового устройства общества и того, что любое государство – это диктатура правящего класса, нельзя определять демократию как власть народа. Демократия является господством большинства правящего класса над меньшинством правящего класса». То есть, у вас демократия – это господство большинства правящего класса над меньшинством правящего класса. То есть, правящий класс разделился на две части, у которых большинство и меньшинство, и одна часть господствует над другим. Это совершенно неправильное представление. Еще раз, как я сказал, демократия – это форма государственного устройства, и эта форма государственного устройства зависит от того, чье господство, господство какого класса имеет место быть на лицо. Так, идем дальше. Антипов Иван Сергеевич. «Демократия – это истинная власть большинства свободных граждан народа в рабовладельческом строе». Так вот, вы не просто демократию определяете, это не демократия, это рабовладельческая демократия. Еще раз повторяю, не может быть демократии вообще. И вот демократия, как вы ее определяете, это рабовладельческая демократия. «Раб в рабовладельческом обществе – всего лишь говорящее орудие труда, не имеющее никаких прав». Это правильно. «Лишь только обязанность безвозмездно за еду трудиться на рабовладельца под страхом смерти. Рабовладельцы ссилят своего общественного положения, используют демократию как средство угнетения рабов, да как свою диктатуру». Нет, не средство угнетения, они не используют как свою диктатуру. Государство – это и есть диктатура рабовладельцев. Государство рабовладельцев – это и есть диктатура рабовладельцев. Она проявляется в форме рабовладельческой демократии. Они обладают гражданскими избирательными правами, обеспечивающими им возможность подавления угнетения рабов. Хорошо. Демократизм советской власти, товарищ отвечает на четвертый вопрос, и ее социалистический характер выражается в том, что верховной государственной властью являются советы, которые составляются из представителей трудящегося народа, ранее угнетаемых классов рабочих крестьян, свободно выбираемых и сменяемых в любое время. Советы сосредоточивают в своих руках не только законодательную власть и контроль за исполнением законов, но и непосредственно осуществление законов через тех членов советов. Свою диктатуру рабочий класс существует в отношении ранее эксплуатирующего его класса капиталистов с помощью тех же советов, которые являются организационной формой диктатуры пролетариата. Значит, вы описываете советы, но не говорите, что это такое по понятию. То есть, это как будто бы, чем это отличается от парламента? В парламент тоже представители народа избираются? Или что, вы считаете, что сегодняшние члены Единой России, члены, там, кто у нас сидит, КПРФ, это что, не представители народа, что ли? Они точно так же выбираются в парламент, и вы за них голосуете. И трудящиеся за них голосуют. Так что, вы потеряли фактическую разницу между советами, как формой государства диктатуры пролетариата, и парламентом, как демократической формой государства диктатуры буржуазии. Основное отличие советов от парламента заключается в том, что советы это территориальные органы, избираемые по заводам и фабрикам. А коли они избираются по заводам и фабрикам, они обеспечивают простой механизм отзыва представителей совета в любой момент. Так, и вы тут пишете, что свою диктатуру рабочий класс осуществляет в отношении ранее эксплуатирующего его класса капиталистов. Это только верно на период переходного периода от капитализма к социализму. Когда мы доплыли до социализма, никакого класса эксплуататоров уже нет. Получается, что исходя из вашей логики, советская власть и диктатура рабочего класса нужна только на переходный период от капитализма к социализму. А это неверно. Диктатура пролетариата и государство диктатуры пролетариата необходимо на всем пути до полного уничтожения классов. Да, построение полного коммунизма. Бекмаматов Азад Акылбекович, город Кыргызстан, республика Кыргызстан, город Бишкек. Товарищ отвечает на третий вопрос и пишет. Диктатура буржуазии, то есть диктатура крупных собственников капитала основана и поддерживается только на существовании капиталов в их собственности. Нельзя говорить, что диктатура буржуазии это диктатура крупных собственников капитала. Это сейчас так, действительно. А в целом, может быть, это диктатура просто собственников капитала, то есть собственников средств производства. Так бы правильно сформулировать. Социалистическая демократия как диктатура пролетариата. Диктатура пролетариата сразу же при появлении силы для отстаивания своих интересов рабочий класс организуется в уничтожении классов. То есть, ну какая-то абракадабра. Вы не прочитали то, что вы написали. В случае воспроизведения классовых различий в авангарде пролетариата, то есть восстановление классов, противодействует и угрожает диктатуру буржуазии как антипод диктатуры пролетариата. Непонятно, что вы тут пишете. Диктатура пролетариата это диктатура рабочих, то есть диктатура большинства над меньшинством и не может быть вне демократичной формы. Во-первых, это не всегда диктатура большинства над меньшинством. В частности, скажем, в Российской империи, как известно, рабочий класс составлял порядка нескольких процентов от всего населения. То есть, это никакая не была диктатура большинства над меньшинством. И не может быть вне демократичной формы. Ну а какой формы-то? В советской форме Советов это не просто абы какая демократичная форма. В форме парламента, парламентская форма для диктатуры пролетариата является неустойчивой. Марк Беркутов. Сущностью социалистического государства является диктатура пролетариата. Форма социалистического государства. Демократия основана на выборах в Советы от трудовых коллективов производственных единиц. Да, значит, в Советы, действительно, это территориальные органы именно. Территориальные органы, в которые избираются от производственных единиц. В социалистическом государстве обобществлены средства производства и уничтожены классы. А значит, оно действует в интересах всех трудящихся. Именно поэтому функция государства в виде подавления эксплуатируемого большинства меньшинством исчезает. И оно превращается в полугосударство. Да, это правильно. А, вот я понял, я понял, что здесь мне не понравилось. Значит, да, вот вы здесь путаете социалистическое государство и построение социализма. Социалистическое государство появляется сразу же после... То есть, когда пролетариат берет власть и устанавливает диктатуру пролетариата, сразу же появляется социалистическое государство, в котором еще не построен социализм. Поэтому в социалистическом государстве еще не обобществлены средства производства вообще-то. Они обобществлены только тогда, когда построен капитализм. И вы пишете, уничтожены классы. Нет, еще классы не уничтожены. Потому что, еще раз, в переходный период имеет место социалистическое государство, в котором не построен социализм. Сейчас таких государств достаточно много. В частности, можно взять для примера Китайскую Народную Республику, которая является социалистическим государством. Там произошла социалистическая революция, но имеет место в переходный период от капитализма к социализму. Соответственно, там имеется многоукладность в экономике, и никакого обобществления средств производства там пока не произошло. И классы там также не уничтожены. Поэтому здесь вы путаете категорию социалистического государства и государство, в котором построен социализм. Это разные категории. Дмитрий Викторович Богомолов. На первый вопрос товарищ пишет. Про демократию. Это коллективная форма управления государством, представлена правящим классом, часто на выборной основе, в отличие от другой формы монархии. Вы дергиваете какой-то момент, почему-то про монархию говорите, а при этом недостаточно. Демократия – это никакая не коллективная форма управления государством. А что, монархия – это не коллективная форма управления государством, вы считаете? Да такая же коллективная форма управления. Потому что монархия – это власть рода. Власть рода. А если это власть рода, то вот род коллективный управляет. Или вы что думаете, что там у нас Николай II был единоличным решателем всего, что происходит в Российской империи? Нет. Управлял род династия Романовых. И они, между прочим, еще ой как советовались с другими знатными родами. Так что в этом смысле имеет место, опять мы говорим, о диктатуре правящего класса, господствующего класса. А не… И это есть коллективная форма управления. Естественно, класс управляет государством. При буржуазной демократии… Так, это ответ на третий вопрос теперь. Что у нас за третий вопрос? Буржуазная демократия как диктатура буржуазии. При буржуазной демократии функция управления государством, эксплуатации и подавления других классов осуществляет класс буржуазии. Но осуществляя таким образом это происходит. То есть вы должны раскрыть, в какой форме это происходит. В форме именно буржуазной демократии. То есть это форма. А если это форма, то надо понять, как она устроена, эта форма. Устроена буржуазная демократия таким образом, что все граждане ходят и выбирают своих представителей в парламент. То есть они выбирают тех, кто будет представлять и подавлять их в парламент следующие пять лет. Почему при буржуазной демократии, при парламентаризме власть все равно остается в руках буржуазии? Потому что та форма, вот эта организационная форма господства буржуазии в качестве буржуазной демократии подразумевает, что выборы происходят по территориям. А если выборы происходят по территориям, то выбирают того, у кого больше денег. Если у меня больше денег, на данной территории у меня будет больше висеть баннеров в данных выборах. И вы будете знать про меня больше всего, всех. А ваши баннеры я за деньги сниму точно так же. Поэтому это имманентно присущая форма, вот парламентаризм, имманентно присущая форма буржуазной государству диктатуры буржуазии. И это не случайно. Это самая устойчивая форма, как показала история, для буржуазного государства. Даниэль Эдуардовна Бранте. Демократия как форма государства, при которой политическая система и режим построены на принципах свободы и равенства. Да, на принципах свободы и равенства. Все граждане обладают равными правами на власть. Этим демократия отличается от монархии, аристократии, от олигархии. У вас демократия в сферическом вакууме. То есть, свобода, равенство и братство. Так вы говорите не о какой-то демократии, а о буржуазной демократии. Потому, что принципы свободы, равенства и братства, это принципы, которые были приколочены на щит буржуазной революции. То есть, вы говорите о буржуазной демократии, а вы даете ответ, как будто бы вы говорите о демократии вообще. Все граждане обладают равными правами на власть. Да, все граждане обладают равными правами на власть. Вы можете сейчас пойти и избраться в Думу государственную российскую. Что-то вы не сделали этого еще. Почему вы не реализуете ваши равные права на власть? Так, демократия представляет разновидность государства и в лучшем случае является властью большинства над меньшинством. А чаще всего формы правления хорошо организованного, привилегированного меньшинства. В большей или меньшей степени подконтрольного народу. Но вот вы все-таки о демократии такое, какого-то очень хорошего мнения. И у вас демократия вообще. То есть, выборность какая-то, равноправие граждан, юридические нормы, да, вот, юридически все равны. А практически каждый может есть золотого блюда, если оно у него есть. Вот и все. Вот и все содержание буржуазной демократии. Дальше вы, когда переходите к вопросу о буржуазной демократии, до этого вы ее и описывали. Ничего другого вы не описали. Идем дальше. Руслан Владимирович Быковский. Социалистическая демократия, как диктатура пролетариата. Социалистическая демократия, как диктатура пролетариата, является сущностью социалистического государства. Здравствуйте, приплыли. Социалистическая демократия, оказывается, является сущностью социалистического государства. Нет, так не пойдет. Социалистическая демократия – это форма государства. А сущность это диктатура господствующего класса. То есть диктатура пролетариата это сущность социалистического государства, а проявляет она себя в форме социалистической демократии, в форме советской власти. То есть как мы говорили, соотношение сущности и явления, то что внутри это господство класса, а снаружи это проявляется в форме советов. Но в любом случае то что проявляется на поверхности явлений в форме, оно обеспечивает то что находится в сущности. Антон Михайлович Войтович. Демократия как форма государства. Характеризуется тем, что высшие органы являются выборными и выбираются правящим классом. Ну и вот у вас опять демократия вообще. Надо говорить о конкретных, о демократии конкретных, конкретные рассматривать формы демократии. Потому что они отличаются друг от друга. Алексей Михайлович Даровской. Буржуазная демократия как диктатура буржуазии. Значит буржуазная демократия это форма государства, диктатура буржуазии, правильно. Основные классы апагонисты при такой форме государства это капиталисты и рабочие. Капиталисты имеют власть за счет присвоения себе средств производства и всех СМИ. То есть ничего себе вы приравняли средства производства и средства массовой информации. Как-то они у вас оказались на одной полке положены. Тот, кто владеет средствами производства автоматически владеет средствами массовой информации. Для вас может быть это будет новость. Но главное в том, что капиталисты владеют средствами производства. А то, что они владеют средствами массовой информации, это всего лишь вытекает из того, что они владеют средствами производства. Поэтому нельзя так приравнивать средства производства и всех СМИ. Без СМИ можно обойтись. Константин Сергеевич Киривник. Демократия как форма государства является законной властью большинства народа. Ну вот, по всей видимости, буржуазная демократия, которую мы наблюдаем сегодня, является законной властью большинства народа. Да, законной с точки зрения буржуазного законодательства. Все законно. Народом считается класс-эксплуататор. Вот это я не очень понял, что вы имеете в виду. Вы говорите об обладельческой демократии или о демократии как форме государства? Тут надо разобраться, что вы говорите. И вы путаете опять. Тут опять происходит путаница между демократией вообще, как будто бы хочется поговорить о демократии вообще, и о конкретной демократии рабобладельческой. Так. Дмитрий Андреевич Кириллов. Демократия – естественная власть большинства народа, подчинение меньшинства воле большинства. Где вы это набрали, я честно сказать не понимаю. При рабовладении господствует диктатура рабовладельцев. Народом же являются рабовладельцы и свободные граждане. Рабы народом не являются, а есть лишь говорящие орудия труда. Ну хорошо. Кобельков Александр Эдуардович, город Дзержинск. Диктатура пролетариата является высшим типом демократии при классовом обществе. Форма социалистической демократии, которая выражает интересы большинства. Это неправильно. Потому что, как мы уже и сказали, диктатура пролетариата проявляет себя в различные периоды развития общества. Если мы говорим о переходном периоде от капитализма к социализму, то, конечно, это общество классовое. Потому что там еще есть антагонистические классы. Никуда класс капиталистический, класс буржуазии не пропал после социалистической революции. Поэтому, когда вы пишете, что диктатура пролетариата является высшим типом демократии при классовом обществе, вы сужаете диктатуру пролетариата только на переходный период от капитализма к социализму. Потому что при социализме, социализм классовым обществом не является. Значит, вы говорите о том, что при социализме диктатуры пролетариата уже нет. И это неверно. Это абсолютно неправильное понимание того, до какого момента диктатура пролетариата должна действовать. Она должна действовать до полного уничтожения классов, до полного построения полного коммунизма. Социалистическая демократия отображает отношения нового социалистического строя, исключающего эксплуатацию человека человеком. Но это вот такая елейная картинка какая-то, которая не раскрывает понятия самого, что такое социалистическая демократия. А социалистическая демократия это советская власть. Власть в форме советов. И для того, чтобы раскрыть этот вопрос, вам надо было раскрыть то, о чем мы уже здесь сегодня говорили. Каким образом и как советы отличаются от парламента. Галина Анатольевна Команицына. Демократия это форма государства, которая характеризуется тем, что высшие органы государства являются выборными. Их выбирает правящий класс. Ну вот опять вы говорите, видимо, про буржуазную демократию, а пишете просто слово демократия. Демократии бывают разными. Социалистическое государство, как полугосударство, государство должно подавлять противоположной власти класс. Да, в каком смысле оно должно подавлять противоположной власти класс? Почему? Что значит противоположной власти класс? Значит, когда мы говорим о подавлении, речь идет о классе эксплуатируемом. То есть, если мы говорим о подавлении для всех типов государства, кроме социалистического государства, то там подавляется эксплуатируемый класс. А социалистическое государство подавляет на первом этапе, подавляет и не просто подавляет, а уничтожает класс капиталистов. Непонятно, в каком смысле он здесь противоположной власти класс, что вы здесь хотели сказать. А если противоположного рабочего класса нету, рабочему класса нету, дальше вы пишете, а есть действия противоположные интересам рабочего класса, то это будет социалистическое полугосударство. Значит, еще раз, надо разделять различные периоды. Период переходный от социализма к капитализму и период построения социализма. Эти периоды принципиальным образом отличаются друг от друга. И классовая борьба в эти периоды отличается друг от друга. Если мы говорим о периоде переходном, то в этот период классовая борьба между антагонистическими классами только обостряется. То есть происходит обострение классовой борьбы. Почему? Потому что рабочий класс, взяв власть и обеспечив свою диктатуру пролетариата, совершенно не скрываясь, совершенно открыто ведет дело к тому, чтобы класс буржуазии уничтожить как класс. Делает это следующим способом. В экономике, в экономической жизни он национализирует предприятия. И эти предприятия сначала, вот сам буржуазные предприятия, он просто национализирует класс рабочий. И при национализации предприятия того или иного капиталистического, оно еще не становится социалистическим. Оно еще работает по-старому. Просто государство забирает всю прибыль предприятия, которое работает как капиталистическое предприятие себе. И все. И это называется государственный капитализм. То есть когда социалистическое государство обобществило и фактически сделало своей собственностью капиталистическое предприятие, мы имеем дело с таким сектором экономики, который называется государственный капитализм. Далее, если это капиталистическое предприятие, уже принадлежащее государству социалистическому, встроено в систему социалистического планирования, то есть работает в соответствии с планом и обеспечивает цель социалистического производства, то есть обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, то мы имеем дело с социалистическим сектором, с коммунистическим сектором производства. Вот таким образом я описываю то, как социалистическое государство потихоньку, с абсолютно экономическими методами уничтожает капиталистический сектор производства. Поскольку в коммунистическом секторе производства все подчинено плану, он работает в соответствии с планом и он основан на крупном машинном производстве, то подавление и разорение капиталистического сектора происходит исключительно на экономических основаниях. То есть непосредственно капиталисты, они экономически не могут победить коммунистический сектор производства. Мы об этом как раз будем говорить в связи с работой великий почин. Так вот, таким образом, возвращаясь к классовой борьбе в этот период, рабочий класс и государство диктатуры пролетариата совершенно не скрывает, что вот таким вот способом это государство хочет уничтожить класс капиталистов. Соответственно, капиталисты это видят и это прекрасно знают. Ну и соответственно, если они это видят и прекрасно знают, то их борьба только ожесточается в этот период. Они действуют все, как будто бы это их последний день. Это их действительно последний день, возможно. И они применяют самые ожесточенные формы классовой борьбы против государства диктатуры пролетариата. Поэтому на этот период, на переходный период между социализмом и капитализмом, классовая борьба обостряется. А дальше с построением социализма классовая борьба приобретает новые формы. Поскольку антагонистических классов уже нету, есть, как мы сказали, те самые родимые пятна, проявляющиеся в различных формах. И эти родимые пятна, их не уничтожают, их преодолевают. Потому что эти родимые пятна в чем? Они в социализме в самом. Они не нечто чуждое социализму. Они в самом социализме находятся. И как бы уничтожить их не представляется возможным. Их можно именно преодолеть. То есть, если у вас там болит рука, то вы не берете и не отрубаете себе руку, уничтожая таким образом эту боль. Нет, вы начинаете ее преодолевать. Или какие-то негативные тенденции в себе вы не стреляете себе в голову, из-за того, что у вас есть какие-то негативные тенденции. Вы занимаетесь тем, что эти негативные тенденции в самом себе преодолеваете. И в этом смысле происходит преодоление, например, бюрократизма. То есть, вопрос заключается не в том, чтобы уничтожить всех бюрократов. Это невозможно. А по тому, как ставят решение этого вопроса Владимир Ильич Ленин, все должны стать на какое-то время бюрократами. А, соответственно, таким образом бюрократизм может быть преодолен. Вот. Значит, это к вопросу о том, каким образом идет классовая борьба в государстве диктатуры пролетариата на разных его этапах исторического развития. Так, идем дальше. Мария Александровна Команицына. Сейчас мы это... Может быть, мы это уже разобрали. Диктатура пролетариата должна привести к уничтожению классов, к созданию бесклассового общества, к созданию социализма неразвитого, неполного коммунизма. Так, и что? А потом диктатура пролетариата, по всей видимости, должна умереть, да? То есть, а потом она уже не нужна. Нет, не так. Диктатура пролетариата, еще раз. И это принципиальная ошибка, которая была сделана и в Советском Союзе. Ну, даже не так. В Советском Союзе диктатура пролетариата при социализме существовала. Это потом уже появилось так называемое общенародное государство, когда диктатура пролетариата, мол, уже не нужна. Вот скоро уже построится полный коммунизм, как нам заявлял гражданин Хрущев. Точнее, он не говорил про полный коммунизм, он говорил про спелый социализм. Ну, вот он поспел, и как плод дерева упал из стух. Вот, поэтому диктатура пролетариата нужна на всем пути до полного уничтожения классов. Нельзя сказать, что она нужна только для построения социализма. Это неправильно. Неправильно. И это противоречит марксистской науке и марксистному пониманию того, каким образом должно действовать государство, диктатура пролетариата. Так, Михаил Дмитриевич Кузнецов. Социалистическое государство как полугосударство. Социализм есть первая фаза коммунизма, но социализм также еще сохраняет родимые пятна старого общества капитализма, из которого оно вышло. Коммунизм характеризуется полным отсутствием государства, в то время как при капитализме планета потеряна на зону влияния буржуазии в виде стран. И это вы пишете совершенно неправильные вещи. Почему? Первое. Коммунизм характеризуется полным отсутствием государства. Это неправильно. Мы уже тут разобрали, что социализм есть коммунизм в первой фазе. То есть коммунизм, его нужно рассматривать как общество, которое развивается на своей собственной основе и имеет две фазы. Первая фаза – это неполный, неразвитый коммунизм, но это тоже коммунизм. Нельзя об этом забывать. Потому что если это не коммунизм, то вы приходите к тому, к таким возвращениям марксизма, что между социализмом и полным коммунизмом будет еще одна революция. Это неправильно. Это неверно. Верное понимание – это то, что коммунизм, социализм и есть коммунизм в первой фазе, неполный, неразвитый коммунизм, который развивается на своей собственной основе. Соответственно, никаких революций уже быть не должно. Он должен просто развиться на своей собственной основе. Соответственно, коммунизм не характеризуется полным отсутствием государств. Не характеризуется. Коммунизм характеризуется тем, что на первом этапе, Строительство коммунизма при социализме наличствует государство диктатуры пролетариата. В то время как при капитализме планета потелена на зоны влияния буржуазии в виде стран. И это неправильно. Потому что на зоны влияния, если мы рассматриваем период империализма, сегодняшний период, когда началась эпоха всемирных пролетарских революций, то есть череды революций и контрреволюций в отдельных странах, уже нельзя сказать, что вся планета потелена на зоны влияния буржуазии. Нет, уже наш мир представляет совершенно иную картину. Он представляет горстку империалистических стран, которые действительно делят и грузутся друг с другом, и страны, в которых произошла социалистическая революция, социалистические страны, такие как Китай. И они планету не делят. Они империалистическими хищниками не являются. И дальше вы пишете, что социалистическое государство сохраняет форму государства до тех пор, пока не произойдет всемирная пролетарская революция. И это неправильно. Можно сказать так, что пока не произойдет всемирная пролетарская революция, действительно государство уж точно нужно будет. И это вы можете найти в работах Иосифа Виссарионовича Сталина, он это обосновывает. Но обоснование это достаточно простое. Пока всемирная революция пролетарская не произошла, то есть пока во всех странах не произошла социалистическая революция, действительно в данной конкретной стране государство необходимо. Мы забываем пока про то, что там еще не построен полный коммунизм. Оно необходимо для того, чтобы защищать вот эту территорию, на которой построен даже социализм, от капиталистического окружения. Но если во всех странах, во всем мире произошла социалистическая революция, то это не значит, что везде вдруг пропала диктатура пролетариата. И все должны отказаться от государства. Нет, это не значит. Государство нам нужно не только для того, чтобы защищаться от империалистических хищников, которые пропадают из-за того, что в их странах происходит социалистическая революция, но и для того, чтобы привести общество к полному коммунизму. То есть преодолеть все классовые различия. Так. Ну что, на этом те работы, которые я проверил и те замечания, которые я сделал, у меня закончились. Я думаю, что мы в целом так по вопросу, по вопросам, которые были представлены, прошлись. Сейчас мы сделаем перерыв и перейдем к шестому вопросу. Да, давайте сейчас. Да, потому что никто не отвечал, что вопрос к тебе. Всем, наверное, интересно. Да, но мы на самом деле ответили на этот вопрос в некотором смысле. Давайте я расскажу сейчас про него. Значит, советы как органы расширения участия трудящихся в управлении государством диктатуры пролетариата и отмирания социалистической демократии как высшей и последней формы демократии. Значит, здесь надо исходить с того, что советы – это органы, избираемые по трудовым коллективам, то есть территориальные органы, избираемые по трудовым коллективам, по заводам и фабрикам. А, следовательно, отсюда следует, что в советы попадают трудящиеся. И, соответственно, когда мы организуем, когда диктатура пролетариата организуется как советская власть, то понятно, что участие трудящихся в управлении государством расширяется. Там в нем могут участвовать все трудящиеся. Пожалуйста, избирайтесь на своих заводах и фабриках. Для этого не нужно иметь капиталец и не нужно, так сказать, вести активно, как это называется, предвыборную кампанию. Надо заслужить доверие товарищей на своем производстве и вас изберут в совет. Вот, это первое. Второе. Как можно здесь разбирать, каким образом социалистическая демократия отмирает? Ну, и здесь, опять же, надо сказать о том, что речь идет именно, я бы сказал, отмирание, ну, это нормальное слово, но здесь именно идет речь о засыпании. Она засыпает в этом смысле. То есть она не отмирает каким-то там действием, что рабочий класс уничтожает ее. Нет. Происходит следующее. Для того, чтобы функции управления государством, то есть функции подавления были не нужны в данном обществе, как мы уже здесь говорили, необходимо полностью преодолеть все классовые различия. Для того, чтобы преодолеть все классовые различия, мы тоже об этом здесь говорили, основной магистральный путь в преодолении классовых различий лежит в том, чтобы сокращать рабочее время. Если рабочее время сокращается, то есть это не просто так, что вот мы, нам нравится, что там, трудящиеся будут меньше работать из-за того, что мы сокращаем рабочее время. Нет, дело, здесь соль не в этом. С сокращением рабочего времени мы делаем две вещи. Первое. Мы освобождаем, увеличиваем время свободное, то есть время для свободного всестороннего развития. То есть трудящиеся могут направить свободное время на свое всестороннее развитие, в том числе и участие в, и обучению, и участие в деле государственного управления. То есть, казалось бы, государство отмирает за счет того, что трудящиеся все больше и больше учатся и участвуют в государственном управлении. Такой парадокс в некотором смысле. Это первое. А второе, начиная с определенного момента, если у вас рабочее время становится меньше, чем время свободное, то то, кем вы являетесь, определяется не вашим рабочим временем, а вашим свободным временем. И, соответственно, здесь уже происходит, именно вот здесь, в этом месте, происходит преодоление вот этого различия, скажем, между людьми физического и умственного труда. Если вы, скажем, три часа занимаетесь непосредственно материальным трудом, производительным трудом, а пять часов вы занимаетесь игрой на скрипке, то кто вы, рабочий или скрипач? Рабочий. Нет, вы скрипач уже. Скрипач, конечно, но все равно остались. Да, вы не... Хорошо, можно тогда вот задать вопрос? Я Михаил Васильевич пытался, но он такой быстрый, что у меня еще не получилось просто сказаться. И все-таки, смотрите, хорошо, мы уменьшили рабочее время, хорошо, до часа. У нас и есть, которые были прокуратуры, и все равно те, кто участвует в мобилиарном производстве, они остаются прокуратурами, несмотря на уменьшение количества рабочего времени. Так. И кран, например, теми, кто участвует в мобилиарном производстве, не участвует, так и не стирается. Все равно остается диктатура прокурата. И, ну, возникает новое же протворение, что-то самое, да, по отношению к этому самому производительному труду. Потому что, и оно будет только нарастать, все разрешение в рабочем роде, как прокуратур, те, кто участвует, да, вот это противоречие с теми, кто не участвует, оно будет только нарастать. Потому что, допустим, те, кто не участвует в мобилиарном производстве, они будут всегда заинтересованы, чтобы прокуратурам было больше. Ну, это на благосостояние общества лично, кажется, тоже влияет, естественно. То есть, поэтому такой вот вопрос, а через что же произойдет тогда адмирание? Адмирание-то не получается. Уважаемое может произойти или не произойти, но в любом случае, если прокуратурам станут все. Вы, хорошо, вы задали вопрос? Можно я на него отвечу, да? Значит, вы почему-то считаете, что уменьшение рабочего времени автоматически означает уменьшение рабочих. Это неправильно. Наоборот, количество рабочих должно расширяться, оно должно увеличиваться. Оно должно увеличиваться, это обязательное условие, да. Да, да, да. И в этом смысле никто не должен перекладывать свою долю производительного труда на другого. И как это происходило? И заметьте, в Советском Союзе ведь это происходило через разные механизмы, но происходило. Когда отправляли интеллигенцию на картошку, о чем шла речь? Вот, речь, да, интеллигенция страдала, бедные, бедные там, эти профессора, которые страдали, ездили на картошку и там строили бараки, условно говоря. Они так страдали, но именно в этом и заключается преодоление различий между людьми умственного и физического труда. Да, все должны участвовать в том или иной форме в производительном труде, в труде, да. Да, да. И поэтому, а если с одной стороны мы увеличиваем количество производительного труда широких масс населения, вот через такие механизмы вовлечения их в какую-то производительную деятельность, хоть в какую-то, чтобы они начинали делать что-то руками, чтобы они непосредственно в материальном производстве поучаствовали, принудительно даже. А с другой стороны, для рабочих мы уменьшаем рабочее время, при этом расширяя количество рабочих. Вот мы получаем то, что стираются различия между людьми умственного и людьми физического труда. Дальше различия между городом и деревней. Каким образом оно может быть преодолено? Но оно может быть преодолено, опять же, то же самое, снижение рабочего, уменьшение рабочего времени. Это первое, первый момент. А второй момент, это все более полная возможность для людей, живущих в деревне, для свободного всестороннего развития. То есть, что нужно делать? Надо в деревне, в сельской местности организовывать библиотеки, театры, клубы различные и так далее. То есть, культурные заведения. И в Советском Союзе, если вы обратите внимание, именно это была тенденция. Появлялись на селе, появлялись вот именно эти все моменты. А сейчас происходит обратная деградация. То есть, село умирает в том смысле, что там вы, если вы родились на селе, вы никогда не получите уже образование нормального, качественного. Вы не будете иметь доступ к нормальной медицине, вы не будете иметь доступ к достижениям человеческой культуры, к различным. То есть, те музеи, надо обязательно ехать в центр города. Вот что сейчас происходит. И вот эта урбанизация и уплотнение городов, это, конечно, совершенно буржуазная такая история, которую надо будет при советской власти, при литературе пролетариата останавливать и развивать совершенно в другом направлении. То есть, трудящиеся не должны кучковаться на одном квадратном километре площади. Это не должно происходить. Они должны иметь возможность жить в различных частях страны советской. И при этом, где бы они ни жили, они имеют примерно одинаковый доступ к культуре. И в том числе они имеют этот доступ через всеувеличивающееся свободное время. Вот. Ну, собственно говоря, вот так надо было ответить на шестой вопрос. Давайте мы сейчас делаем перерыв, а потом поговорим о работе Великий Почин. Да, сейчас давайте задавайте вопрос. На своей собственной основе, да. На собственной основе, и мы должны понимать, что это развитие бесконечно? Нет, это не бесконечно. Оно должно закончиться построением полного коммунизма. Когда сотрутся все различия, которые классовые различия, все будут преодолены, будет построен полный коммунизм. Ну, здесь такой момент, что все равно люди умирают. Ну и что? Воспитание он тоже. Да, а вот давайте поговорим об воспитании людей. Что воспитывает людей? Ну, это как-то вот, это как-то расплывчато, да. Что за общество? Ну, социум подробно. Ну, а что определяет социум? Общественные отношения. Так. Нет, не общественные отношения. Общественные отношения производные тоже. От чего? От общественного производства. То есть, фактически, какие люди растут, какие люди, каких людей репродуцируют данное общество, определяется тем, как общество производит. Это основная идея исторического материализма. И если сейчас вот это вот абсолютно дурацкая идея, которую там различные апологеты, там, Кургинян пытаются провернуть, что мы сейчас вот вырастим нового человека, вырастим его. Он не вырастет, у вас капиталистическое производство, как он может вырасти? А если у нас производство уже социалистическое, и у нас все сделано для того, чтобы производство выполняло цель социалистического производства, то и тогда и человек будет рождаться и выращиваться в этом смысле новый. Социалистический, коммунистический человек будет выращен. И только так можно выращивать. Вот эти советские люди могут родиться только в советской стране. Их нельзя взять, вот мы сейчас поставим инкубатор и будем выращивать советских людей здесь. Нет, нам нужно производство для этого социалистическое. Нам нужно обобщисленное производство и его цель. И таким образом будет воспроизводиться именно вот этот момент общественный через именно общественное производство. Только так и никак не иначе. И в этом заключается материалистический подход. Соответственно, бояться то, что мы потеряем... Сейчас мы тут... Одно поколение будет вот такое умное, мы тут все ему расскажем. А другое поколение опять вырастет и захочет капитализма. Кто-то захочет капитализма в нем. Но, во-первых, для этого существует государство, что подавлять. Но большинство людей будут выращены советскими людьми. При советской власти, при социалистичном производстве. Все, мы вам обеспечили построение и воспроизводство нового человека. Так что воспроизводить человека именно советского можно только так, а не как иначе. Перерыв. Продолжаем, товарищи, наше занятие. И на очереди нам нужно рассмотреть, ну сколько мы успеем, работу Владимира Ильича Ленина «Великий почин». Чем примечательна эта работа? Эта работа примечательна тем, что Владимир Ильич начинает рассматривать, ну такой, вроде кажется, не особо примечательный момент, связанный с проведением коммунистических субботников. И анализируя то, что происходит на этих коммунистических субботниках, он делает очень глубокие, во-первых, выводы о дальнейшем развитии социалистического производства. И глубокие теоретические, дает глубокие теоретические определения тех понятий и категорий, которых в других работах вы вот так вот прямо не найдете. Значит, с чего начинает Владимир Ильич рассуждение о этих субботниках? Он говорит о том, что период после революции, Октябрьской революции, требует героических усилий различных слоев трудящихся. И понятное дело, что трудящиеся, которые воюют на фронтах гражданской войны, они рискуют жизнью, они проявляют героизм. Но Владимир Ильич Ленин обращает внимание на героизм рабочих в тылу. Вот он прямо пишет. Не меньшего внимания заслуживает героизм рабочих в тылу. И то, что рабочие устраивают вот эти коммунистические субботники, приходят на них абсолютно свободно, работают на них свободно. И к тому же показывают значительно большую производительность труда на этих субботниках. Анализируется Владимиром Ильичом Лениным. И он показывает и доказывает, что вот эти субботники – это победа, как он пишет, на собственной косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над этими привычками, которые проклятый капитализм оставил в наследство рабочему и крестьянину. Ну и после он анализирует выкладки из различных статей по поводу субботников. И отмечает, что производительность труда на этих субботников была выше обычной в 2-3 раза. Вот он об этом пишет. То есть, когда рабочие выходят на этот коммунистический субботник, когда они работают не из-под палки, когда они видят, что они работают в свободно, среди таких же свободно работающих рабочих на благо государства диктатуры пролетариата, то вдруг оказывается, что их производительность вырастает. И из этого прямо можно сделать вывод, который полностью разбивает елейную буржуазную сказку о том, что человек способен работать исключительно из-под палки. То есть, есть два мотиватора для работы человека. То, о чем нам рассказывают буржуазные деятели. Первое – это наказание, то есть, его мотивируют тем, что если он не будет работать до свидания за порог фабрики и подыхать с голоду. Это первый мотиватор, который знает буржуазная наука и капиталисты. И второй мотиватор – это дать больше денег. То есть, мы даем больше денег, увеличиваем там зарплату, и от этого человек начинает лучше и больше работать. Так вот, Владимир Ильич показывает, что вот этот зародыш, на самом деле это социалистическое соревнование в зародыше, дает такое увеличение производительности труда, которое капиталисты никаким образом обеспечить не могут. То есть, они могут обеспечить тому развитием средств производства, но так, чтобы сами, трудящиеся, увеличивали свою производительность в 2-3 раза, производительность труда, это возможно только при социалистическом соревновании. Это первое. Второе. Когда Ленин анализирует, а кто же способен к такому, в некотором смысле, к таким героическим поступкам, к такому самопожертвованию, он отмечает, что это не только, к этому способны не любые трудящиеся. Вот он пишет, эта новая дисциплина, он имеет в виду трудовая дисциплина, не с неба сваливается и не с добреньких пожеланий рождается, она вырастает из материальных условий крупного капиталистического производства, только из них. То есть, он видит вот в этом явлении не какие-то субъективные моменты, а он видит, что это явление вырастает из материальных условий. То есть, стоит на абсолютно материальных позициях. А носителем этих материальных условий и проводником их является определенный исторический класс, созданный, организованный, сплоченный, обученный, просвещенный, закаленный крупным капитализмом. Этот класс – пролетариат. И тут же он раскрывает, что такое диктатура пролетариата. И здесь что важно? Здесь важно то, что… Давайте мы немножко забежим вперед. Сейчас. Да, вот дальше. Полагать, что все трудящиеся… Отмечаю. Все трудящиеся, одинаково способны на эту работу, было пустейшей фразой иллюзии допотопного до марксовского социалиста. Ибо эта способность не дана сама собой, а вырастает исторически и только из материальных условий крупного капиталистического производства. Этой способностью обладает на начале пути от капитализма к социализму только пролетариат. Но в каком смысле? Что он здесь понимает под пролетариатом? И вот он пишет. И это как раз то определение диктатуры пролетариата, от которых многих граждан, которые пытаются записать в рабочий класс и в пролетариат всех подряд, начинают корежить, и у них колики по этому поводу возникают. Диктатура пролетариата, если перевести это латинское научно-историко-философское выражение на более простой язык, означает вот что. Только определенный класс, именно городские и вообще фабрично-заводские промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых, в борьбе со свержением гигакапитала, в ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы, в деле созидания нового социалистического общественного строя, во всей борьбе за полное уничтожение классов. Вот Владимир Ильич разъясняет, что когда он говорит про особый класс и называет его здесь пролетариат, он говорит о городских, фабрично-заводских рабочих. Зачем им нужна именно такая классификация здесь? Ведь можно записать, классифицировать общество можно на самом деле по-разному. И в различные классы записывать разные группы. Но Владимиру Ильичу здесь важно, чтобы из этой классификации, во-первых, она была материалистической, то есть основывалась на каких-то материалистических предпосылках, а второе, именно из этой классификации можно было сделать какие-то общественные выводы. То есть увидеть, как общество развивается, по каким законам, и что является основной движущей материальной силой в этом обществе. И вот когда он эту материальную силу выводит, он говорит об городских и вообще фабрично-заводских промышленных рабочих. И заметьте, что эти городские, вообще фабрично-заводские промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение иго-капитала. То есть за свержение иго-капитала, в свержении иго-капитала, конечно, участвуют все трудящиеся. Конечно, участвуют программисты, конечно, участвуют парикмахеры, конечно, участвуют продавцы, конечно, участвуют другие трудящиеся. Но руководит и возглавляет всю эту массу, массой городской, фабрично-заводской пролетариат. И далее, здесь в скобочках, абсолютно так невзрачно, незаметно, Владимир Ильич указывает, что такое социализм. Он пишет, что социализмом, научное различие между социализмом и коммунизмом, только то, что первое слово означает первую ступень вырастающего из капитализма нового общества, второе слово – более высокую дальнейшую ступень его. Так что, когда вам рассказывают, что с точки зрения Ленина социализм – это какая-то отдельная общественно-экономическая формация, отдельная от коммунизма, не верьте, вот Ленин прямо говорит о том, что социализм – это первая фаза коммунизма. Да, если мы говорим о классификации, то есть вот о том, как мы классифицируем общество и зачем мы это делаем, да, действительно, вы правы. То есть наша задача не заключается в том, чтобы разрезать вот так общество на какие-то классы и указать, что вот этот вот обязательно вот этому классу принадлежит. Нет, наша задача сделать такую классификацию, которая позволит нам сделать определенные выводы, первое, и определить, как это общество будет развиваться в дальнейшем, а второе – классификацию мы это делаем диалектическую. То есть, когда мы говорим о двух классах, это два нечто, между которыми есть определенность, которая соединяет их и разъединяет. И эта определенность есть граница. И поэтому много-много трудящихся, большое количество трудящихся и даже нетрудящихся элементов, которые, например, не трудятся, но при этом не обладают никакими средствами производства. Ну, извините, бомжи. Они не трудятся, но и средствами производства не обладают. Они принадлежат границе. Ну и пусть принадлежат, в этом нет никакого противоречия. И даже ничего страшного, если этой границе принадлежит достаточно большое число граждан. В этом нет ничего страшного. Наша задача заключается, как я уже сказал, в том, чтобы сделать такую классификацию, с которой можно сделать правильные выводы. Так, и вот здесь, да, мы уже об этом как раз говорили сегодня, я об этом это подчеркивал. Ленин пишет, диктатура пролетариата есть тоже период классовой борьбы, которая неизбежна, пока не уничтожены классы. Заметьте, диктатура пролетариата необходима до полного уничтожения классов. Это прямо написано. Поэтому те, кто говорят, что диктатура пролетариата не нужна после построения социализма, они прямо идут против ленинизма, который является наиболее современным марксизмом. То есть это антимарксисты, по сути, которые неизбежно пока не уничтожены классы и которые меняют свои формы, становясь первое время после свержения капитала особенно ожесточенной и особенно своеобразной. Мы это сегодня разбирали, я как раз это показывал, почему так происходит. Завоевав политическую власть, пролетариат не прекращает классовые борьбы, а продолжает ее впредь до уничтожения классов, но разумеется в иной обстановке, в иной форме иными средствами. Мы об этом с вами сегодня говорили, что формы классовой борьбы меняются на различных стадиях развития общества. Да, вот дальше здесь все связано с тем, что мы с вами уже обсуждали. Каким образом уничтожается класс капиталистов как класс? Вот Ленин пишет, ясно, что для полного уничтожения классов надо не только свернуть эксплуататоров, помещиков и капиталистов, не только отменить их собственность, надо отменить еще и всякую собственность на средства производства. Надо уничтожить как различия между городом и деревней, так и различия между людьми физического и умственного труда. Это дело очень долгое. То есть вот Ленин прямо показывает, что во-первых нужно отменить не только собственность тех капиталистов, которые сейчас имеют место быть, но и отменить вообще всю частную собственность. И кстати говоря, этот вот подход и это теоретическое положение вбивает гвоздь в крышку гроба тех граждан, которые предлагают строить социализм на отдельно взятом предприятии. Понятно, что этого сделать нельзя. Еще раз, нужно отменить частную собственность нынешних капиталистов и отменить всю частную собственность. Тогда можно говорить о построении коммунизма. Так, идем дальше. Вот какие задачи должен решать пролетариат для упрощения и построения социализма. Первое. Он должен увлечь своим беззаветным героизмом революционной борьбы против капитала всю массу трудящихся эксплуатируемых. Увлечь ее, организовать ее, руководить ее для совершения буржуазии, полного подавления всякого с ее стороны сопротивления. И это опять речь идет о городском, фабрично-заводском пролетариате, потому что он по своему положению способен именно это сделать. Во-вторых, повести за собой массу, за собой всю массу трудящихся эксплуатируемых, а также все мелкобуржуазные слои, тоже как мелкобуржуазные слои, как слои трудящихся. Это не просто потому, что мелкобуржуазные слои нужно так затянуть за собой. Мелкая буржуазия является представителями трудящихся. Соответственно, мелкую буржуазию, класс, который обеспечивает диктатуру пролетариата, берет себе в союзники, как трудящихся. На путь нового хозяйственного строительства, на путь создания новой общественной связи, новой трудовой дисциплины, новой организации труда, соединяющей последнее слово науки и капиталистической техники, с массовым объединением сознательных работников, творящих крупное социалистическое производство. Основой социалистического производства является крупная промышленность. Да, и вот дальше интересно, а как в этом во всем действии будет принимать участие интеллигенция? Вот Ленин пишет. Господа буржуа, по их восстне, включая меньшевиков и эсеров, которые привыкли считать себя представителями общественного мнения, разумеется, издеваются над надеждами коммунистов, называют эти надежды баобабом в горшке от резеды, смеются над уничтожным числом субботников по сравнению с массовым случаем хищения, безделья, упадка производительности, порчи сырых материалов, порчи продуктов и тому подобное. То есть капиталисты, и мы это все еще будем проходить много-много раз, капиталисты и их халуи в виде буржуазной интеллигенции будут все время говорить, что все плохо, да вы посмотрите, социализм невозможен, там вот по поводу этих субботников, тут их два субботника прошло, что вы нам рассказываете, все эти, большевики разворовали, полная разруха и так далее, и так далее. Мы ответим этим господам, если бы буржуазная интеллигенция принесла свои знания на помощь трудящимся, а не русским и заграничным капиталистам ради восстановления их власти, то переворот шел бы быстрее и более мирно. Но это утопия, ибо вопрос решается борьбой классов, а большинство интеллигенций тянет к буржуазии. Вот какое положение уготовленной интеллигенции. Не с помощью интеллигенции, а вовреки ее противодействию, по крайней мере в большинстве случаев, пролетариат победит устранение исправимым буржуазных интеллигентов, переделывая, перевоспитывая, подчиняя себе колеблющихся, постепенно завоевывая все большую часть их на свою сторону. То есть товарищам интеллигентам рекомендуется определиться, с кем они, с каким они классом. Либо они халуи-буржуазии, либо они помогают рабочему классу в его классовой борьбе. Так, идем дальше. Вот здесь возвращается Владимир Ильич к производительности труда. И пишет, что производительность труда – это в последнем счете самое важное, самое главное для победы нового общественного настроя. То есть растет производительность труда, есть возможность уменьшать рабочее время. Понятно. И каким же образом, когда говорит Ленин о формулах коммунизма, что же это такое формула коммунизма? Это рассуждение о благо для всех, о свободе, равенстве и братства и тому прочем, или это некие конкретные вещи? И вот он пишет. Карл Маркс в «Капитале» издевается над пышленностью и велеречивостью буржуазно-демократической великой хартии, вольности и прав человека. Над всем этим фразерством о свободе, равенстве, братстве вообще, которое ослепляет мещан и филистеров всех стран, вплоть до нынешних подлых героев, подлого бернского интернационала. Маркс противоставляет этим пышным декларациям прав простую, скромную, деловую, будничную постановку вопроса пролетариатам «Государственное сокращение рабочего дня». Вот один из типичных обращиков такой постановки. Заметьте, что когда рабочая партия России выступает за сокращение рабочего дня, она действует именно в этом ключе. Деловая, скромная, будничная постановка вопроса пролетариатам. А не пышленность и велеречивость буржуазно-демократических хартии, вольности и прав человека. А значительное число интеллигентов, которые поют в буржуазную дудку, рассказывают тут же, что никакого сокращения рабочего дня невозможно, что это делать не нужно, что рабочие обленятся, что они начнут пить больше и так далее. То есть вот мы все видим, это сегодня, как в зеркале. Формулы настоящего коммунизма, пишет Ленин, отличаются от пышного, ухищренного, торжественного фразерства каутских меньшевиков и эсеров с их милыми братцами из Берна именно тем, что они сводят все к условиям труда. Поменьше болтовны о трудовой демократии, о свободе, равенстве и братстве, о народовластие и тому подобном. Сознательно рабочие крестьяна в наших дней в этих надутых фразах, также легко отличая жульничество буржуазного интеллигента, как иной житейский опытный человек, глядя на безукоризненно гладкую физиономию и внешность благородного человека, сразу и безошибочно определяет по всей вероятности мошенник. То есть речь идет о том, что сокращение рабочего дня это один из постановок марксистского вопроса о переходе к социализму. Так, и тут я пропустил еще, сейчас мы немножко вернемся, вернемся мы, да, вернемся мы к классам. Когда Ленин говорит о классах, если вы посмотрите работы, скажем, Маркса, Энгельса, там определения классов нету. А вот в этой работе Ленин дает определение классов, о котором многие забывают и пытаются его переначать различным способом. Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению, большей частью закрепленному и оформленному в законах, к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которую они располагают. Классы это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства. Ну и последнее, на чем останавливается Владимир Ильич в этой работе, это на положении и вопросе об освобождении женщин. И он показывает теоретически, каким образом происходит на деле освобождение женщин. Вот он говорит, женщина продолжает оставаться домашней рабыней, несмотря на все освободительные законы, ибо ее давит душ, отупляет, принижает мелкое домашнее хозяйство, приковывая ее кухне к детской, расхищая ее труд, работая до дикости непроизводительную, мелочную, изнервливающую, отупляющую, забивающую. Настоящее освобождение женщин, настоящий коммунизм начинается только там и тогда, где и когда начинается массовая борьба, руководимая владеющим государственной властью пролетариатом, против этого мелкого домашнего хозяйства. Или вернее массовая перестройка его в крупное социалистическое хозяйство. Что для этого нужно делать? Нужно обеспечивать общественные столовые, ясли, детские сады. Вот Владимир Ильич пишет, что вот образчики этих ростков, вот те простые будничные, ничего пышного, велеречивого, торжественного, не предлагающие средства, которые на деле свободны освободить женщину. И когда речь идет, например, сегодня о сокращении детских садов, о сокращении школ, об уничтожении общественных столовых, но общественные столовые у нас по большей степени уничтожены, они существуют при производствах некоторых до сих пор, и там, скажем, снижены цены на продукты, но это является исключением. Речь идет, когда мы говорим об уничтожении детских садов и яслей, речь идет о обратном восстановлении и закабалении женщин, потому что на женщин ложится основная забота по воспитанию детей. И если эту заботу государство никоим образом не берет на себя, не снимает ее с женщины, то этим будет заниматься женщина, и она будет продолжать быть домашней рабыней, несмотря на то, что у нас в правовом поле женщина и мужчина как бы равны. Но рожают, и все равно женщины, и воспитывают детей женщиной. Да, и вот Ленин подчеркивает, что вот эти элементы при капитализме, они являются торгашескими предприятиями со всеми худшими сторонами спекуляции, наживы, обмана, подделки, либо акробатством буржуазной благотворительности, которую лучшие рабочие по справедливости ненавидели и презирали. Это то, что мы как раз сейчас видим, все как про сегодняшний день. Значит, с одной стороны, ясли и детские сады сокращаются, закрываются. С другой стороны, те, которые открываются, переходят на абсолютно такие буржуазные рельсы. То есть они предлагают товар женщинам в том числе. Они предлагают это в виде товара. Они создаются не для того, чтобы освободить женщину, и освободить всех женщин в том смысле, что государство возьмет на себя ту часть воспитания детей, которая позволит обеспечить это освобождение. А это происходит просто предприятие для спекуляции и наживы. Ну, на этом, я думаю, что то, что я отметил себе, мы прошлись каратенечко. То есть мы видим, что вот такая работа занимает всего 30-20 страничек. Но насколько глубокие вопросы подняты Владимиром Ильичем, которые, с одной стороны, актуальны и сейчас, а с другой стороны, если вы спросите вот по этим теоретическим глубоким вопросам, да вот об освобождении женщин, возьмите какого-нибудь современного левака, спросите, каким образом происходит освобождение женщин. Ну, вы вот не услышите то, что здесь написано. Услышите любую чушь, кроме того, как действительно, каков действительно путь к освобождении женщины от вот этого домашнего труда. Итак, первое, что, давайте пройдемся еще раз. Первое, что отмечает Владимир Ильич Ленин, производительность труда при социалистическом способе производства, при социалистическом соревновании может расти огромными шагами. Дальше он говорит именно о классе городских, фабрично-заводских рабочих, дает определение диктатуры пролетариата, определение классов, показывает, что значит уничтожить класс, раскрывает роль интеллигенции в этом процессе, говорит о том, что необходимо сокращать рабочий день, и именно это есть формула настоящего коммунизма, ну и указывает на то, как освобождается женщина при социалистическом строительстве. Коротенькая, но очень емкая, гениальная, я бы сказал, работа. Крайне рекомендую всем к изучению. Ну а на этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Да, давайте. Первый вопрос, ну, наверное, первый, мы там много обсудили вопрос о демократии, а тогда мне стало интересно только про автократию, там, какая форма, какая существо. Что такое автократия? Ну, в смысле, ну, как уж корритализм, или так, там, вообще это... Значит, давайте так, у нас есть сущность государства, и эта сущность государства может проявляться в различных формах. Если мы, скажем, берем буржуазное государство, то основной присущей ему формой является буржуазная демократия. Но при этом есть извращение этой формы, так называемое, которое является фашизмом. Когда, значит, листок, фиговый листок демократии отбрасывается, и происходит прямая диктатура наиболее реакционных, террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов крупного финансового капитала. То есть это тоже другая форма, но она извращенная форма по отношению к буржуазной демократии. Форма неустойчивая, как показала история, и вообще говоря, капитал хоть и периодически сваливается в эту форму, но долго он в ней, история показывает, существовать не может. Это и показала история, кратковременная история фашизма в России, когда расстреливался парламент из танков, то есть это был американский фашизм на территории России. Это и показывает история американского фашизма на Украине, когда происходит свержение и уничтожение, фактически попытки уничтожения абсолютно демократически избранного президента, и потом через достаточно короткое время все опять прикрывается этим фибовым людском демократией. Значит, теперь давайте вернемся к монархии, вы хотите все про монархию. Значит, когда мы говорим про монархию, это форма, которая относится к феодальному государству, к диктатуре класса феодалов. И исторически так получилось, что наиболее известными формами феодального государства является монархия, это власть, как я уже сказал, одного рода, или аристократия, это власть нескольких родов. Я просто хотел уточнить, что монархия в двух дней, могут быть такие же задвиги как-то с фашизмом, что предельно концентрирован. Смотрите, выдумать можно все, что угодно, а нужно смотреть на исторические примеры. Исторических примеров таких я не знаю. Может, я хотел уточнить, что он есть? Я исторических примеров таких не знаю. И даже там, где кажется, что монарх является единоличным руководителем и все определяет, это не так совершенно. Все равно это власть рода, монархия – это власть рода. Его там задушили подушкой завтра и поставили следующего наследника в этом роду именно. Так что никакой абсолютной власти конкретного человека нет. Все равно власть у класса. Он ее осуществляет в форме того, что он сказал. Выделили мы этот род, пускай они там обеспечивают наши интересы и спокойно правят. Мы будем, так сказать, делать вид, что они помазанники Божьи. Да, то есть, если брать фашизм и не фашизм, то, как мы слышим, все равно это диктатура, получится капитализма. Диктатура буржуазии. Не капитализма, а буржуазии. Капитализм – это способ производства. Ну да, классика буржуазии, ну как просто с разными формами. Да? Да. А второй вопрос, я думаю, что чуть длинный, чтобы была именно с точки рассуждения. Ну давайте постарайтесь. Да, да, понятно, что у нас общественное производство определяет общественное сознание. Ну это с одной стороны, а с другой стороны есть, ну это не как противоположность, а, господи, был советский такой философ тоже по диалектике Ленков. У меня вот хорошая статья была о теории и практике, то есть, грубо говоря, что человек, есть какая-то церковь предвосвещенная Женета, да, и он пытается, ну что-то сделать. Когда он делает эти действия, он потом, соответственно, сверяет, что то, что получилось, он соответствует цели или нет. Если у него она регулярно соответствует, то вот у нас получается, что, ну, как бы, практика, критерист, и вот такая модель поведения у человека получается. Это вот и абстрактно, да. А если конкретно наше общество перенести, вот у нас есть, ну, как бы, капиталистический способ производства, сознание у всех буржуазное, соответственно, потребности в этом обществе тоже формируются. Ну, вы уже сделали ошибку, сказав то, что сознание у всех буржуазное. Вот я считаю, что у меня не буржуазное сознание. Нет, да, госпостное. Надеюсь, что и вас тоже. Нет, 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 тоже гоню. То есть, ну, даже... Госпоствующие мысли являются мыслями буржуазии. Ну, даже, я пробую, скажу, все некое, немножко другое, даже хотел акцент поставить, что у нас, грубо говоря, потребности, там, простого обывателя, у которого нет классного сознания, не формируется. Ну, грубо говоря, что произвели, то и кое-что. Ну, это шаг по-простому. И, как бы, я тут наткнулся на такое противоречие, что большинство людей, то есть, у них есть эти хотелки, что вот хочу то, а 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 капитализм им это не дает. И вот мне интересно, что они живут, как бы, получат справки, то есть, что они в результате практики вроде хотят это заработать, им постоянно по рукам бьют. То есть, мне кажется, что у них же эта модель в день должна рассыпаться. Я к чему это все спрашиваю, что, а почему тогда пассивность? Почему они как-то неправильно хотя бы не басс... То есть, вообще ничего не делают, чтобы... Ну, во-первых, кто они? Ну, у них были люди в большинстве, это 7. Это пока, ну, хорошо, это пока класс, есть такие категории, класс семей, класс для себя. Но пока рабочий класс, он так спит. Но это же не просто так произошло. Нет, это же не только проносим, это вообще право. Это же... ну, и проносим, ну, хорошо. Они будут прям вообще... Ну, что значит, вы как бы делаете из этого вывод, что основанием для этого являются не объективные какие-то моменты материальные, а люди плохие, но это какой-то... Нет, нет, не плохие, почему я имею в виду, что... Ну, вы, вы, у вас, у вас там, да, да, вот у вас именно так сквозит, что... Давайте я отвечу. То есть, у вас так сквозит, что вот как бы люди почему-то не видят, они не могут рассмотреть. Ну, как бы, ну не могут они рассмотреть. А почему это? Подождите, я отвечу. Почему они не могут рассмотреть? Потому что, во-первых, произошла контрреволюция в Советском Союзе, да, в России, произошла контрреволюция. И эта контрреволюция, это очень жестокое и очень серьезное поражение рабочего класса. То есть, рабочий класс потерпел сокрушительное поражение. В том смысле, что его не уничтожили, но поражение он потерпел. И вам кажется, что после такого поражения, ну, хорошо, вы потерпели, вас, ну, банально, вас, вот вы вышли на ринг и вас избили до полусмерти. И вы спрашиваете, а почему вы не вскочили и не побежали на следующий бой? Ну, это абсолютно как бы странно, да? Речь идет о том, что историческая реальность такова, что вот 90-е и начало 2000-х в сознании народа еще происходит вот то, то, что отражается в нем, вот это вот поражение, контрреволюционное поражение. И это один из влияющих факторов. Но при этом производство у нас капиталистическое, не волнуйтесь, капитализм вырастет своего могильщика. Вот вы волнуетесь, что как бы кто-то там не бежит и не защищает свои интересы. А я совершенно спокоен. В том же смысле, что могильщика, капиталист своего вырастет. Он уже вырастил его. Надо просто рабочему классу помочь. Ну, так вы вместо того, чтобы рассуждать о том, что почему вот люди не видят, возьмите и начните им разъяснять. Не видят, не в плане, что они сразу должны там создать пролетариат. Нет, хотя бы делать что-то неправильно, но делать, потому что... Так они, ну, выразите внимание, они ж не... Подождите, что значит науше, что они быстро в этом разочаруются и поймут, что ну, что-то... Вот они уходят вместе с нормальным, что-то делают. Что там хорошего? Нет, они получают по шапке вполне справедливые. Я имею в виду, что может они не подбашки, это что-то решает. В этом ничего хорошего нет. Принцип чем хуже, тем лучше, он антимарксистский. Так а что, когда они выходят на эти митинги, что они не хуже себе? Ну, так то есть вы хотите, чтобы все вышли на митинги, получили дубьем от ОМОНа, чтобы быстрее разочаровались? Ну, какое-то странное немарксистское понимание. Значит, и что? И что, они вот эти марксисты сидят, и мы как бы ограничимся только марксистами? Нет, мы именно пропагандируем. Именно для того, чтобы граждане не ходили туда. Не ходили туда, а что они занимались борьбой за свои ближайшие интересы. Мы именно этим занимаемся. Не да-да-да, вы говорите совершенно противоположное. Вы говорите, хорошо, что они туда пошли и дубьем получили. Здесь просто более ярко... Так, все, ладно, на вопрос я ответил. Давайте следующий вопрос. Я хочу уточнить по поводу пролетариата. То есть это рабочие, которые занимаются материальным производством. Правильно я понимаю? Значит, еще раз. Когда мы говорим о классификации в смысле марксистской, то под пролетариатом мы понимаем, и когда мы хотим из этой классификации вывести диктатуру пролетариата каким-то образом, мы говорим о городских, фабрично-заводских рабочих. Если вы хотите взять пролетариат в каком-то широком смысле, расширить его, пожалуйста, это можно делать. Никто как бы не мешает этому делать. Но тогда из этих предпосылок не следуют те, которые делают выводы Ленин. Пожалуйста. То есть как бы надо выбрать, либо вы под пролетариатом понимаете вот это, и тогда следует диктатура пролетариата и все то, что вся не только теория, но и практика, которая за ней следует. Либо вы говорите, что пролетариат это, значит, программисты, и они обеспечат диктатуру программистов. Ну, пожалуйста. А, просто программисты, и почему? Современное производство, например, компьютеры, ноутбуки, смартфоны. Это все материальное производство, это все делается на заводах рабочим предприятиям. Да. Но по сути это куски железа, они работать без программного кода не будут. Ну и что? Ну, то есть это по сути, ну... А программный код будет работать без кусков железа? Это взаимосвязано. Ну, связано, да. Программисты тоже каким-то образом должны относиться quelque по-другому код. Нет, в смысле, они в производстве-то участвуют. Производство участвует. Они в производстве участвуют. Им никто не отказывает в том, что они участвуют в производстве и играют в этом производстве важную роль. Ради богу, ну, участвуют, да, они в этом производстве. И это, еще раз, труд программистов ценен. Если вот как бы программисты хотят, чтобы им сказали, что их труд ценен, то есть погладили их так по головушке, мы ценим труд программистов. Но это никак не имеет отношения к тому, кто обеспечивает диктатуру пролетариата. Все. Вопрос. Какова роль религии в современной классовой борьбе России? Значит, роль религии, она такая же, как и много лет назад. Религия сегодня это опиум народа. То есть, это, как Ленин говорит, я уж так и буду говорить, извините, товарищи, это идеологическая сиуха, которые поют трудящихся для того, чтобы они забылись от ужасов этого мира. Чтобы они забыли, в чем заключаются ужасы этого мира. Причем, заметьте, тут двойственный момент. То есть, нельзя так говорить, что вот кто-то извне пришел и начал поить этой сиухой. Нет, трудящиеся сами, не видя выхода в реальности, им хочется эту сиуху. Это нельзя сказать, что им вот как бы заливают ее, и они не хотят ее потреблять. Они хотят, потому что жизнь, капиталистическая жизнь, она ужасна в целом. Посмотрите, какие ужасы творятся в капиталистическом мире. Люди, это немыслимые, люди там голодают, умирают с голода, тогда, когда человечество уже дошло до того этапа, когда оно может легко всех накормить. Вообще, чтобы не было никаких голодающих, никогда больше. То есть, мы развили уже средства производства до этого момента. При этом, огромное число людей голодает. Огромное число людей погибает в различных войнах, которые организуют капитал. То есть, капиталистическая жизнь в целом, если взглянуть на жизнь человечества, она ужасна. И естественно, что человек, который ищет хоть какое-то утешение, ему нужна эта идеологическая сиуха. При этом, опять же, если мы возвращаемся немножко назад к эпохам буржуазной революции, То есть, вот эта идеологическая сиуха, она использовалась активно, когда общество развивалось феодальное. Когда было господство класса феодалов. Вот тогда, так сказать, это было естественным отправлением вот этой нужды и поиска в чего-то более светлого, хоть там на небесах. Когда буржуазия приходит к власти, она сметает ведь вообще церковь, она сметает религию, отказывается от нее, разбивает религию. Посмотрите, что происходило во времена французской революции. То есть, религия просто отрицалась всячески буржуазными революционерами. Но проходит время, по сути дела, буржуазное производство, оно также приносит нечислимые страдания, как и феодальное людям в целом, человечеству. Это вот такой этап развития человечества, когда человечество страдает. И опять эта сивуха нужна. Ну вот она появляется. И эту роль она сегодня играет. С одной стороны, а с другой стороны, это приобретает новые формы. Это, естественно, просто капиталистическое предприятие, из которого там, ну вот эти попы, там у них шапки красивые, золотые. То есть, у них майбахи, там они хорошо живут, хорошо сытно едят, судя по их виду. Видите ли попов? Они хорошо кушают, потому что так, ну не пухнут с голода граждане явно. То есть, это становится и средством извлечения, присвоения себе прибавочной стоимости. Ну такой двойственный симбиоз. И, соответственно, капиталисты используют религию для своих целей. Ну и религия живет как бизнес-проект. Вот такую форму она сейчас принимает. Но и когда, естественно, речь идет, если речь идет о том, как преодолевать этот религиозный дурман, то, конечно, речь идет не о том, чтобы запрещать что-то, убеждать активно граждан в том, что это все, что не человек сотворен как по образу Божьему, а Бог сотворен по образу человеческому, самим человеком. Вот. Этого разъяснять всего не надо. Это разъяснит корни религии, они лежат в материальном производстве опять. Поменяется материальное производство, будут основания для того, чтобы религия также исчезла и отмерла. Так что с религией особенно бороться не надо. А с постановления на скольство ставят, да, сама обычная точность? Ну, опять двойственную роль играет. С одной стороны. Ну, вот так же, да, они сручили себя надежно, коррелируют то, что я спрашиваю. Они сручили себя надежно. Ну, здесь немножко другое, потому что все-таки наркотик – это некое средство, которое подавляет волю к тому, чтобы остановиться его принимать. Это все-таки немножко другое. Оно имеет и физиологические зависимости, и психологические зависимости. То есть здесь все значительно более сложнее. Оно действует на уровне непосредственно химического строения организма. Так что здесь давайте мы так не будем прям все в одну кучу сваливать. Да. Можно ли отнести военнослужащих, занимающихся производственным трудом, к рабочим? Они же иногда строят мосты, госпитали и так далее, качьи, наверное. Или это что-то и из-за случая? Ну, как бы, это такая случайная форма, да, когда они строят мосты, они являются рабочими, безусловно. Что здесь такого? Ну, вот в этот момент они там являются работниками производительными. То есть они меняют непосредственно материальный мир. Но, во-первых, это происходит не систематически. Во-вторых, опять же, как мы с вами говорим, тем классом, который способен обеспечивать диктатуру пролетариата, является городской фабрично-заводской пролетариат. Поэтому других рабочих, они являются там рабочими, мимолетно, случайно, но они вот не могут вести всю массу трудящихся к полной победе коммунизма. Могут ли построившие в отдельной стране социализм государства по отношению к соседним капстанам, вести себя как нынешние капстаны, например, США экономически, военно и так далее, делая зависимо? Они не только могут, у них ничего другого не остается вести себя экономически именно по отношению к капиталистическим странам, как по-капиталистически. Потому что если они участвуют в какой-то экономической деятельности, капитализм не знает никакой экономической деятельности, кроме обмена товаров. Поэтому вне социалистическое государство действует как крупный капиталист. Это объективная реальность, но от этого никуда не уйти. И что? Ничему это не противоречит. Все? Да. Спасибо. Заканчиваем. Спасибо. Спасибо.